Резиденты территории опережающего развития Абаза получат дополнительные меры поддержки. Об этом было заявлено сегодня на заседании правительства. Напомним, территория опережающего развития в Абазе была создана в 2017 году. Ее резидентам по закону предоставляются различные льготы. Самое ощутимое по страховым взносам, когда вместо 30% платится только 7,6% от фонда оплаты труда. Также есть послабление при оплате налога на прибыль, имущество и землю. За прошедшие 6 лет резидентов в Абазе было только 2. Это деревообрабатывающее предприятие и база по выращиванию клариевого сама. К слову, на развитие этого комплекса было выделено 16 миллионов рублей из фонда по развитию моногородов. Но обе фирмы закрылись. Сейчас, по заявлению руководства республиканского Минэконома, инвесторы, желающие работать в Абазе, снова есть. Их пятеро. И вот для них правительство постаралось сохранить льготы, а также снизить другие параметры вхождения на территорию опережающего развития. Большие надежды чиновники возлагают и на очередную особую экономическую зону – Хакасскую технологическую долину, расположенную в Бейском районе вблизи Саянала. Там должно начаться строительство литейно-прокатного цеха по производству фольги «Русал» Саянал-2. Объем инвестиций – 15 миллиардов рублей. По-прежнему заявляют и об открытии производственных площадей в Ташибе. Мы реализуем проект создания индустриального парка Ташиба в городе Абакане. Напомню, что по итогам федерального конкурса мы заняли пятое место в стране и получили опережающее финансирование в размере 500 миллионов рублей на создание индустриального парка Ташиба. Всего планируется размещение 15 резидентов. Планируется создать не менее 450 новых рабочих мест и привлечь не менее 1,2 миллиарда рублей в небюджетных инвестиций. Ввод в четвертом квартале 2024 года.